Приветствую Вас на моем канале! Сегодня я поделюсь с Вами рецептом вкуснейшего и полезного супа пюре со шпинатом. Это очень вкусно и очень полезно. Такой суп я готовлю детям со времен, когда они начали кушать прикорм. Они любят его с детства, особенно им нравятся сухарики в этом супе, что очень круто, очень вкусно и интересно. Подача этого супа очень вкусная и нарядная. Даже можно и гостям такой суп предложить, почему бы им это и нет. Поэтому я хочу поделиться с Вами этим рецептом. Кто давно меня знает, следит за моим инстаграмом много лет. Те уже наверняка видели много раз в моих сторис этот суп, потому что были времена, когда я его выкладывала, даже многие просили рецепт. Я с ними уже давно-давно делилась. Вот и решила поделиться и непосредственно видео рецептом этого супа. Ну что, давайте начнем. Это очень вкусно. Вот перед Вами ингредиенты, которые понадобятся для приготовления супа. Это куриный бульон у меня. Но также, если нет куриного бульона, можно варить просто на воде. Я варила тоже очень вкусно. Так, сам шпинат непосредственно. У меня вот брусочками мороженый и свежий. Можно брать или тот, или тот. И комбинировать можно. Одна луковица. Три головки чеснока. Можно больше-меньше. По вкусу своему регулируйте, как Вы любите. Здесь две картошечки, порезанные кубиками. Сливки обязательно. 15, можно и больше брать жирности. Я беру легкие такие всегда. Кинза свежая. Сметанка, яйца отварные. Это для подачи. Сливочное масло, соль, перцы. У меня здесь смесь перцев. Красный, черный, белый перец. И немножко здесь у меня орегано сушеное. И нужен еще также белый хлеб, для того, чтобы сделать греночки. Этот суп очень вкусный, с греночками. Ну что, давайте приступим. Итак, для начала мне нужно разогреть сковородочку. Пока разогреется сковородочка, я мелко нарежу лук. Нужно растопить сливочное масло на горячей сковороде. Я люблю комбинировать сливочное масло с оливковым. Еще чуть-чуть, пару столовых ложек оливкового масла добавлю. А что не доела, дочь? Не надо. Надо доесть, дочь. Мама, я так. О, как ушло. Дайте так уж. Сейчас так. Сюда, в растопленное масло, добавляем лук. Нам нужно слегка пассеровать лук, сильно обжаривать не нужно. Просто, чтобы он стал мягким, таким полупрозрачным. И так, лук практически готов. Мне нужно сейчас сюда выдавить один лукчик чеснока. Нужно, чтобы масло напиталось ароматом чеснока. Чеснок обязателен в этом супе, потому что чеснок придает особый, тонкий аромат шпинату. Именно шпинат с чесноком очень вкусно сочетается. Сюда, в эту сковороду, я сейчас добавляю замороженный шпинат грузковый. Если у вас только свежий шпинат, то свежий шпинат нужно залить кипятком буквально на 1-2 минуты. Сейчас часть своего свежего шпината я залю кипятком, а замороженный весь положу сюда в сковороду. Вот так вот, положу сюда. А свежий залю на пару минут, как я говорила ранее, кипятком, а потом тоже сюда добавлю. Пока растают брусочки шпината в масле с луком, я сейчас в кастрюльку, это у меня кастрюлька, в которой будет вариться непосредственно сам суп, я отварю в бульоне картошечку. Обязательно нужно следить, чтобы лук не подгорал. Горелый лук нам не нужен, потому что он будет горячить. Суп должен получиться максимально нежный. Свежий шпинат заливаем кипятком и оставляем на пару минут, не больше. Ведь он уже меняет цвет сразу. Эти стебли длинные, конечно, нужно их обрезать. Так, вот что осталось из шпината свежего. Как видите, вот после кипятка он скручивается, вот остается все, что есть. Было здесь примерно у меня 120 грамм свежего шпината, чтобы вы понимали, что из него остается. Поэтому удобнее всего брать, конечно, меньше заморочек, замороженный шпинат. Но свежий, естественно, больше витаминов сохраняет в себе, нежели замороженный, естественно. Поэтому я немножко добавляю свежий. Кстати, веточки, стебельки я здесь уже убрала. Их обязательно нужно убирать, потому что блендером они часто остаются. И такие продолговатые нити остаются, их неприятно кушать. Поэтому лучше их убрать сразу, чтобы только листва осталось. Еще 2 минуты вот это все делаем, слегка протушим вместе. И отправим к картошечке. Обязательно нужно проверить, чтобы картошка была уже готова. Если картошка еще не готова, сковороду лучше выключить. Потому что этот суп варится 10-15 минут всего лишь. Потому что уже все практически готово. Картошка должна быть уже сварена. Потому что вместе с шпинатом за 10-15 минут она может не успеть приготовиться, чтобы она не была сырая у вас. Так, картошка у меня уже сварилась в бульоне. Я специально порезала маленькими кубиками, чтобы это произошло намного быстрее. Теперь добавляем шпинат с луком, чесночком сюда. Сейчас нам нужно будет это все дело отварить буквально 10-15 минут. Это уже очень вкусно пахнет. Для людей, которые на диете или вегетарианцы, это очень полезный питательный суп. Засекаем время и варим 10-15 минут примерно. Нужно регулировать. Смотрите по своей пути. Я сейчас очень сильно включила, уже начинает кипеть. На маленьком огне варим 10-15 минут плюс-минус. Сильно тоже разваривать не нужно, чтобы не потеряли свои полезные качественные свойства. Шпинат наш. И вот, после этого будем продолжать взбивать наш суп. А пока суп варится, у нас есть 10-15 минут для того, чтобы приготовить греночки для подачи вместе с супом. Это очень вкусно, я вас уверяю. У меня вот есть немножко багет белый. Сейчас из него попробуем приготовить греночки. Не попробуем, а приготовим. Для приготовления наших греночек нам нужен непосредственно белый хлеб. В нем можно черный, моржаной всякий, но я больше люблю греночки из белого хлеба. Что я здесь сделаю? Пока распакуешься все. Нарезаю тоненько, чтобы греночки были маленькие. Далее я эти кусочки все круглые я нарезаю кубиками. Я хочу, чтобы греночки были маленькие, чтобы посыпать в суп. Они намокают в супе, и это очень вкусно. Вот греночки нарезаны уже. Мне нужно сбрызнуть их слегка оливковым маслом. Что-то масло у меня сегодня пищит. У меня вот здесь есть специи для супа, я их разделю и поделю немножко на греночки. Сейчас я измельчу перец горошком. Так, специи измельчила. Посыпаю. Греночки. Не сильно, потому что дети тоже будут кушать, дети любят. Кстати, забыла, с шпинатным супом, если у вас есть дома мускатный орех измельченный, он очень вкусно сочетается. Можно их добавить в мускатный орех и в греночках, и в сам суп непосредственно. Сейчас я добавлю, у меня есть. Так, вот у меня мускатный орех. Вот. Вот такая у меня. Я немножко добавлю на гренки. Очень вкусно пахнет. И затем немножко в конце добавлю в сам суп. Вот так вот перемешиваю. Духовку я уже включила, разогрела. И обычным способом, как все, я думаю, все знают, как делать гренки, сейчас буквально на пару минут подсушим. Так, перчики горошком. Подсушим греночки слегка, чтобы они стали золотистые и с хрустящей корочкой. Вот греночки мои уже готовы, поджарились. Кстати, когда приправляла я их специями, я забыла подсолить их. Но я потом подсолила в духовке. Обязательно подсаливайте, они так будут намного вкуснее. Без соли они не такие вкусные. В общем, 15 минут уже прошло. Сейчас будем взбивать блендером суп. Суп уже сварился, сам шпинат сварился в гулене. Сейчас мне нужно его процедить. Я обязательно процеживаю каждый раз. Для чего? Для того, чтобы, когда я буду взбивать, именно делать суп-пюре, пьюрировать его, чтобы у меня было нужной консистенции пюре. Не густое и не жидкое. Такое, как мне нужно. Поэтому я отделяю всегда. Так, что мне делать, чтобы не падала ситочка. Вот так вот. Я всегда отделяю жидкость от гуще. А потом постепенно буду добавлять бульон по надобности. У меня уже практически ничего не осталось. Все. Это обратно в кастрюльку. И прямо в кастрюльке здесь и сейчас буду я взбивать. Сейчас вот это все измельчу. И буду смотреть, добавлять понемножку бульон, который я отделяю. Сначала получается вот такая густая каша. Так нам будет легче до однородности все взбить. Если будет много жидкости, жижи, до однородности будет труднее все измельчить. Так быстрее нам будет легче. В общем, уже взбила, готово. Я хочу сейчас сюда добавить оставшиеся два зубчика чесночка у меня. Почему я их в конце добавляю? Чтобы они были более свежие и сохранили свой аромат. Суп будет более ароматным. Так, достаточно. Сейчас это все помешаем. Сейчас время подсолить слегка. Суп. Так, подсолить. Так, слегка чуть-чуть добавлю щепотку мускатного ореха. Потому что в гренках есть уже. Если нету, тоже не страшно. Это не обязательно, но очень вкусно, если есть. У меня не всегда он бывает. Добавляю специи. Здесь сушеный орегано. Измельченные черные, красные, белые перцы. И в этот момент я сейчас добавляю сливки. Так, теперь добавляю вторую пачечку сливок. Сливками суп не испортишь. Очень вкусный, очень нежный. Так. Можно уже не взбивать, а просто вот так перемешать. И немножко все-таки я добавлю еще бульона. Потому что суп после того, как он закипит, он немножко загустевает. Поэтому делайте с расчетом того, что он немножко, шпинат втянет в себя воду. И он будет гуще немножко, чем сейчас. Поэтому сильно жидкий тоже не надо. И густой тоже не надо, потому что будет потом густой. Самый раз. Сейчас я покажу вам, какая это института. Так, смотрите. Вот так вот. Вот видите. Вот такой вот суп-пюре получился. Сейчас мы ставим его на плиту буквально до первых пузырьков. Не кипятим. Только до закипания и выключаем. Вот я поставила суп на плиту буквально до первых пузырьков. Как только появятся первые пузырьки, я сразу же выключаю. И закрываю крышечкой на 5 минут. Чтобы он настоялся. В это время я могу приготовить все ингредиенты для подачи супа. И покажу вам, как я его подаю. Это очень красиво и очень вкусно. Итак, суп настоялся. Сейчас я покажу, как я вам его подаю. Обязательно перемешиваю. И наливаю. Смотрите, какой красивый цвет. Ни в коем случае долго не переваривайте. Потому что шпинат темнеет во время варки. И он теряет свой такой красивый изумрудный цвет. Обязательно яички. Сухари. Сметанка. И свеженарезанная кинза. Вот такой вот вкусный суп получился. И полезный при том, при всем, что готовится он очень легко. И очень просто. Очень вкусно. Очень. Ивулька, вкусно? Угу. Нравится тебе шпинатный суп? Да. С сухариками, да? Покажи, как ты его кушаешь. Горяченький? Нет. Надо дуть. Не голодский. Не голодский. Голосый. Ты ставишь маме лайк? Угу. Я давно ела это сухари. Сухари ты ела недавно, да? Угу. В супике, да? Да. Вкусно, да? Да, мы болели. Это другие были сухари. Конечно, да. Мам, горяченький. Горяченький? Надо дуть. Не горячий. Не горячий? Вкусный супчик? Да. Нравится тебе? Она и хочет. Умери уже наелась гречки с котлеткой. А я не хочу. А ты не хочешь? Ты выбрал этот суп? Да. Тебе нравится? Угу. Дуй, чтобы горячий не было. Угу. Нет? Нормально? Да. Мам, мои зеленые. Угу. Зеленые губки. Нет, зеленые губки. Супа. Кушай, кушай. Нет, зеленые губки.